Привет, друзья! И с вами я, Михаил Шилов, автор проектов www.3wbudushin.ru, www.3wbudublog.ru и www.3wmakevara.ru. Сегодня я хочу в этом видеоподкасте рассказать вам о том, что и как лучше пить во время тренировки и стоит ли это делать вообще. Вот с чего я начну. Существует, на самом деле, несколько противоречивых мнений, и люди готовы спорить с пеной у рта, надо ли во время тренировки пить или нет. На самом деле, довольно разрешаемый вопрос, который зависит от нескольких вещей. Ну, понятно, что во время любой большой физической нагрузки идет потеря жидкости. Она, значит, испаряется, выделяется в виде пота, то есть испаряется, вот. И, соответственно, вы жидкости теряете. Если жидкости много потерять, то и вы субъективно почувствуете достаточно высокую потерю силы и воли к дальнейшему продолжению тренировки. Ну, и это не только субъективный критерий. То есть объективная сила тоже может упасть. То есть никакая сила воли не поможет вам что-либо сделать. Но есть просто момент. Видите, мы говорим о силе, да, о силе, о воле, там, да, и все такое прочее. Но это мы говорим о том, когда вы очень сильно теряете много жидкости. На самом деле, все происходит именно в такой последовательности. Сначала происходит некоторая потеря силовых показателей. И только потом, когда возникает высокая степень обезвоживания, когда у вас возникает очень сильная жажда, вы начинаете терять уже оболю к тренировке. Вот. На самом деле, в организме человека всегда находятся достаточно большие запасы воды. Если вы не бодибилдер, который находится в периоде сушки, да, и особенно при соревновательной, когда у вас очень мало жидкости в организме, то в организме всегда жидкости очень много, очень много. Есть ее масса ДПО, это в интерстициальной жидкости, а в коже, это в жировой ткани, в ДПО крови, там тоже она находится, эта жидкость. Есть всегда запасы. То есть, ее немало, на самом деле. Вот. И объем циркулирующей крови может снижаться в очень больших пределах. И человек будет испытывать при этом себя довольно-таки комфортно. Вот. Поэтому, стоит ли, вот все зависит от того, чем вы занимаетесь. Если вы занимаетесь такими видами спорта, как кроссфит, буркаут, да, то небольшое количество жидкости, вы находитесь как бы на месте, да, у вас нет аритмичного цикла, у вас интервальная такая нагрузка идет, вот. Вам нужно сохранять высокую силу и высокую концентрацию жидкости. Можно пить в процессе тренировки по чуть-чуть, всю тренировку. А вот в детстве моем, когда я только начинал заниматься каратэ сначала, вернее, сначала боксом, потом каратэ, потом опять боксом, нам тренера запрещали пить вообще во время тренировки. И делали это, как я понимаю, исходя из других понятий. Может быть, там попить немножко было бы нормально, но не у всех есть понимание того, что такое немножко и как это. Стоит разрешить только попить, да, ребенку, который занимается в спортивном зале, если у него пот там течет, он в туалет выбежит и выхлестает там пол храна. И если у него лимонад с собой, он может выпить там полтора литра лимонада в раздевалке. Вот. Не у каждого спортсмена воли есть такая, чтобы просто прополоскать рот и сделать пару глоточков маленьких. Вот. Поэтому на самом деле есть способ, как избежать этого всего дела. Надо брать с собой лимитированное количество жидкости. Кстати, я спорить ни с кем не собираюсь по поводу того, сколько надо пить много там или мало во время тренировки или вообще не пить. Но я могу и вообще не пить во время тренировки. Иногда я даже так и делаю. Для того, чтобы определенные какие-то волевые качества проработать. Вот. И потом не все тренировки требуют незамедлительного восполнения жидкости. Например, если я занимаюсь бегом, во время бега я пить не буду. Мне не надо, чтобы у меня булькало что-то в животе. И с бутылкой мне бегать неудобно. Если я плаванием занимаюсь, аналогично я могу плавать 2 часа, но там, правда, через кожу всасывается столько, сколько надо. Хотя при плавании происходит потеря веса. Это говорит о том, что с потом жидкость тоже теряется. Вот. Потому что если взять импеданс, то теряется именно жидкость. Не жировая, не какая-то там ткань, там что-то еще. Ну, там гликоген частично и жидкость. Вот. Поэтому давайте дальше продолжим. Сколько же с собой в этом жидкости брать? Я выработал на симпедическом для себя такое правило. И для тех, кто занимается у меня. Если человек весом до 90 килограмм, то на полуторачасовую тренировку интенсивную ему хватает пол-литра воды. Он где-то потеряет за... То есть интенсивно тренируясь, очень интенсивно. Например, занимаясь боксом, дегидрация может составить, ну, предположим, где-то от 800 до полутора литров. Вот так вот. Но вполне достаточно пол-литра жидкости, не больше. Во-первых, она и всасывается не так быстро, когда вы ее... Во-вторых, она нужна больше для того, чтобы смочить сохнущие слизистые рта. Если вы это дело делаете, то вы не испытываете такой уже большой жажды дальше. Вот. Поэтому я беру с собой вот такую штучку. Иногда такую. В этот термос. В нем находится чай. Иногда просто бутылку с чистой водой. Это от настроения больше моего зависит и от того, где и когда я, собственно говоря, собираюсь тренироваться. Если это лето и там жара немыслимая, я лучше, конечно, воду просто возьму. Вот. Потому что чай я люблю горячий. А если это похолоднее, или я с утра занимаюсь, то мне нравится горячий чай. Хотя и даже когда летом жарко, иногда мне тоже нравится горячий чай. Многие с собой берут сам чай, когда занимаются йогой, цигун, воркаутом, да, на улице занимаются. И берут с собой термосы большие. Вот я хочу сказать, я хочу предостеречь вас от того, чтобы брать с собой большой термос. Я понимаю, если вы хотите поделиться со своим товарищем, то да, берите. Но чай такая штука, она очень такая коварная. Сколько возьмешь, столько и будет выпито. Возьмешь литр, будет выпито литр. Возьмешь полтора, будет выпито полтора. Два возьмешь, будет выпито все два. Фактически тренировка может превратиться в некую форму чаепития. Может это и не вредно. Хотя какой чай, смотря, пить, если это черный пуэр и выпить его два литра, то не факт, что это полезно для здоровья может быть. Ну и равно как и другие виды чаев. Все полезно в меру. Немножко по-другому это обстоит дело с водой. Воду чистую просто не очень хочется пить. Поэтому я рекомендую с собой брать именно только чистую-чистую воду. Можно иногда с изотоником, но постарайтесь, чтобы изотоник был неподслащенный. Чтобы невкусный он был. Если вкусный будет изотоник, вы как лимонад будете хлистать эту воду. И в итоге выпейте больше, чем ее, собственно говоря, нужно. Закончилась ваша тренировка. Выпили вы жидкость вашу. И постарайтесь в течение где-то получаса ничего не пить. По одной простой причине. Если вы будете пить сразу после тренировки, то вы в состоянии, если у вас нет силы воли, или если вы не понимаете, сколько нужно выпить, вы просто не знаете, сколько, вы можете выпить литр и два. Чем нагрузите свое сердце, вены. И толку от этого вообще никакого не будет. Потому что вы будете отталкиваться от вашего чувства жажды, а не от истинной потребности организма вашего в жидкости. Вы выпили чашку воды, или бутылку воды пол-литра, она еще не всосалась. А вы еще хотите дальше пить. И вы еще выпиваете столько же, и еще столько же. И только потом она начинает всасываться. Вот первая та порция. И в итоге вам бы ее хватило, у вас уже было бы насыщение, и не было бы чувства жажды. Но вы уже выпили столько воды. И деваться тоже некуда. Но она все равно должна пройти сначала через сердечно-сосудистую систему. Она в кишечнике всосется, вся потом обратно профильтруется в почках, и потом уже выйдет с осмочой. То есть вы нагрузитесь. И фигня, когда говорят, давайте промоем почечки, там это хорошо, там побольше, гидродинамический такой удар по почечкам сделаем. Не надо никакого там удара по... Если у вас почки здоровые, и вам не надо вымывать там какие-то камни, или если это не является лечебной процедурой, что вам надо именно мочегонные какие-то, и очень много жидкости, то делать этого не надо. Особо почки перегружать никакого смысла нет. К тому же вы перегружаете не только почки, но и всю сердечно-сосудистую систему. Помните об этом. Так вот, если вы не попили полчаса, то вы выпейте потом столько, сколько вам надо. Выпейте чашку чая или сам стакан воды, и вам этого будет вполне достаточно. Вообще, конечно, всего правильнее руководствоваться специальными таблицами, которые показывают о том, сколько жидкости вы должны выпивать в день. И, зная свою тренировочную нагрузку, вы можете просто на тот период, который у вас идет во время тренинга и после тренировки, особенно после тренировки, чуть-чуть усилить, то есть увеличить то количество, то есть большую часть той жидкости, которую вы должны выпивать в течение дня, выпить после тренировки. Во время и после тренировки. Хотя на самом деле можно распределить все и ровно. И тогда вообще будет все шоколадно. Вот. Поэтому не берите много с собой. Человеку до 90 кг, как я пытался сказать, но, видимо, не сказал, а может, я забыл, что сказал, достаточно пол-литра жидкости во время тренировки, полуторачасовой. Точно не сказал. Я заговорил о том, что во время полуторачасовой тренировки теряется от 800 до 1500 мг жидкости. То есть от 0,8 до 1,5 литра. Вот. Для того, чтобы не испытывать какого-то дискомфорта большого рентренировки, вам достаточно выпивать с полу-литра. Если человек больше 90 кг весит, можно немножко побольше. То есть там, предположим, 700 мл. Вот так вот. Пол-литра – это два стакана. Ну, больших имеется в виду стакана, по 250 мл. Вот. Они по 166. Как алкоголики пьют. Одну бутылку на троих. Получается по 166 мл. 0,5 мл. Вот. Так что это вы на с того рассчитываете. Если вы пол-литра берете, а с вами еще два товарища занимаются, а вот у вас даже по 200 мл не будет. Так что, если вы для кого-то берете, берите больше. Если для себя пол-литра вполне достаточно. Ну, все. Вот такой вот у меня подход, который действует уже на протяжении долгих лет и очень себя, скажем так, оправдывает. Я могу посоветовать вам просто воспользоваться моим методом. Если у вас есть какой-то свой, то делитесь. На самом деле, очень много методик в литературе, в интернете можно найти. Я рассказал вам о том, как это делаю я. А вам удачи!